вот окружность на торе с дыркой который его не разбивает вот как-то с дыркой я его очень абстрактно рисую он лежит в плоскости да записи рассмотрим две произвольные точки на плоскости они вполне могут быть внутри этого торе с дыркой лежащего на плоскости вы не знаете как условно рисую давайте я соединил теперь эти точки на плоскости некоторые ломаные на плоскости которые находятся в общем положении относительно вот этой окружности в общем положение означает что при каждом пересечении этой окружности ломаная переходит с одной части плоскости на другую и тогда что я сделаю около каждой такой точки пересечения я возьму две точки локально по разные стороны от желтой окружности их можно соединить ломаной в торе с дыркой не плоскости а в торе с дыркой не пересекающей желтой окружности или возьму эту ломаную соответственно каждый вот такой отрезочек белый ломаный изменю на синюю ломаную лежащую в торе с дыркой в итоге я получу белый ломаную соединяющие две точки вне желтой кривой на плоскости вот я доказал что любые две точки вне желтой замкнутой кривой на плоскости могут быть соединяем ломаной не пересекающей этой желтой кривой а это противоречит альниджорда может для диска почему там тоже самое не сработает подумайте да почему почему если у меня не торт с дыркой а диск ограниченной окружностью лежащей в плоскости неформально говоря потому что к диску к своей кривой окружности диск лежащий в плоскости подходит только с одной стороны а да да понятно вот вы тут пользовались тем что локальные точки в торе лежат обе эти точки вот тем не менее я согласен что конечно в этом доказательстве ну как бы не было абсолютно строгости в том конце концов но конечно нужно было поаккуратнее с этим понятием консверсальность разбираться и поэтому давайте я покажу еще одно но собственно его достоинство не только в том что она более строгая в том что его получит перенести на задачи наша следующая цель доказать что из тора с дыркой невозможно вырезать сферы с двумя ручками дыркой не буду расшарить экран до которым написано естественно утверждение естественное оба общение и стора с дыркой невозможно вырезать сферы двумя ручками и 1 дыркой здесь кстати соображение граф не помогут по крайней так было Ладно. Помогут, конечно, но они будут более хитрыми. Вот, поэтому, значит, как же нам сделать? Давайте так, я как раз, может быть, вот эту идею реализовывать не скажу. Ну, скажу только ту теорему Риммана, аналог теоремы Жордана для Торока, на которой она основана. И тут, конечно, мне все это несложно, но лучше я покажу текст, чтобы это проще было воспринимать. А сфера с двумя ручками тоже можно рассказать? А, да, хорошо. Да, может быть, даже, ну, раз пошли такие обобщения, давайте я вообще два слова скажу про сферу с ручками. Ну, вот картиночка. Да. Вот операция приклеивания ручки, да, если я эту операцию сделаю Ж раз, то то, что получится, называется сферой с ручками. Вот изображение сферы, слева сфера с двумя ручками, справа сфера с двумя ручками, слева сфера с тремя ручками. Ну, и, конечно, это можно задать уравнением, да, то есть я, сфера с Ж ручками является маленькой, границей в трехмерном пространстве, маленькой окрестностей, цепочки окруженностей на плоскости. И используя соображение, используя уравнение каждой окружности в трехмерном пространстве, да, я могу вот так вот задать уравнением сферу с тремя ручками в трехмерном пространстве. Это множество точек X, Y, Z в арте, для которых справедливо такое соотношение. Ну, естественно, задачи про сферу с ручками мы будем решать наглядной, поэтому никогда до этого конкретного уравнения мы опускаться не будем. Тем не менее, как-то я хочу вам это показать, ну, потому что в реальности те поверхности, с которыми мы имеем дело, часто задаются именно алгебраическим. Вот, соответственно, что такое сфера с ручками и дыркой? Ну, это мы вырезали маленький двумерный диск из сферы с ручками и дырками. Или формально говоря, рассмотрели множество точек, лежащих в области, задаваемых вот таким уравнением. Вот. Итак, вот определение и пояснение сферы с ручками и дыркой. Да, стало быть, сфера с одной ручкой – это то же самое, что Тор. Тор, или более аккуратно, гумиаморф на Тору. Почему же сферу с двумя ручками и дыркой невозможно вырезать из сферы с одной ручкой и дыркой, то есть из Тора с дыркой? Может, потому что на сфере с двумя ручками можно там много окружности нарисовать, которые не разбивают ее, а на Торе только две, да? Максимум? Да, это одно из доказательств. Но, правда, то, что на Торе, да, то, что любые три окружности, нарисованные на Торе, а, собственно, даже нет, любые две окружности, нарисованные на Торе, и не пересекающиеся, его разбивают – это некоторые теоремы. Это аналог теоремы Жордана для Тора, который все-таки оказывается, не боюсь этого слова, более сложным. Мы эту теорему разберем, курс, она вполне учебная, но более сложная. Итак, давайте, как бы, да, мы сегодня на лекции в основном разберем задачи для Тора, а для сферы с ручками все аналогично, не нужно этого нового объекта бояться, поэтому в основном тут в книжке формулировки сразу для общего случая. Итак, теорема Риммана. Во-первых, в частном случае, при разрезании Тора по объединению любых трех замкнутых кривых на нем, Тор распадается на куски. А если кривые непроизвольные, а еще и не пересекающиеся, не самопересекающиеся, тогда даже при разрезании Тора по объединению двух замкнутых кривых он распадается. Значит, вот более общая версия теоремы Риммана. Объединение любых G плюс 1 попарно не пересекающихся замкнутых кривых на сфере с же ручками разбивает ее. Соответственно, теорема Бетти, которая меньше нам будет нужна, она тоже интересная и полезная. Объединение любых 2G плюс 1 замкнутых кривых на сфере с же ручками разбивает ее. Вторая теорема отличается от первой тем, что от кривых не требуется, чтобы они попарно не пересекались. Давайте сообразим, что для теоремы Риммана, что число G плюс 1 самое оптимальное, как на сфере с двумя ручками нарисовать две попарно не пересекающиеся кривые, объединение которых ее не разбивает. Давайте я картиночку про сферу с двумя ручками верну. Как на правой картинке нарисовать две попарно не пересекающиеся кривые, объединение которых не разбивает сферу с двумя ручками. Можно просто как бы с лицевой стороны два бублика взять вокруг одного бублика, а окружность привести вокруг другого тоже. Тогда мы... Сейчас, если не трудно показать, то покажите. А, ну, собственно, ну... А сейчас попробую ее. Нет, ладно, уже поздно перед Боржоми. На самом деле на левой картинке нарисованы нужные окружности. Конечно, нужно не все шесть взять, а вот эти вот три. Раз, два и три. Если я по этим трем окружностям разрежу, то получится... Ну, то, что получится, не распадется на части. Ясно? А по каким трем я что-то... Раз, два и три. Ну, по правому. По трем правым окружностям. Ну, и аналогично на сфере с жручками имеется G-окружности, объединение которых сферы с жручками не разбивает. Вот. На самом деле, давайте мы второй пункт тоже разберем, потому что он важный для дальнейшего. Как на сфере с жручками нарисовать два G-замкнутых кривых, которые будут пересекаться, но объединение которых не будет с сферы с дважды ручками разбивать. А вот можно... Ну, как бы... Вот как на левой картинке, на каждый тор в сфере, как на левой картинке можно вот сбоку нарисовать по одной окружности, еще с лицевой стороны провести вокруг большого... Берем три правые окружности, левые, конечно, не берем, да? Еще нарисуем одну вот такую вот, да? На лицевой стороне. Одну вот такую на лицевой стороне и одну вот такую на лицевой стороне. Да-да-да, тогда у нас как бы такой... Да, хорошо. Хорошо. Значит, если... Ну, если я разрежу тор по двум таким окружностям по параллели меридиану, то получится квадрат, да? А если я сферу, ну, скажем, давайте с тремя ручками, раз она нарисована на картинке, что получится, если я разрежу сферу с тремя ручками по шести таким окружностям? Ну, понятно, что получится... Ну, грубо говоря, связанная с... Разве не тоже квадрат? Нет, конечно, получится не квадрат. Я веду к тому, что получится многоугольник, да? Собственно, четыре же угольника. Но они же гомеоморфны, типа, да? Любые два многоугольника, нет? Ну, они гомеоморфны. Тут все-таки... Нам же важен не просто многоугольник, но и стороны, которые склеиваются. Поэтому количество сторон важно, да? А, понял. Ну, тут, конечно, не так. Если я сделаю такой разрез, то получится не четыре жеугольник. Но если я еще... Смотрите. Значит, вот... Если я нарисую шесть окружностей на сфере с тремя ручками, которые ее не разбивают, то получится несвязанный граф, да, у которого будет три вершины и шесть петель. Но потом можно подтащить эти вершины друг к другу, да? То есть, в принципе... Ну, можно сделать и связанный граф с одной вершиной и шестью петельками, да? Который не разбивает сферу с тремя ручками на куски. Попробуйте нарисовать, сообразить. Может быть, для сферы с двумя ручками это проще будет сделать. О каком графике тут речь, можете сказать? О графике, у которого одна вершина и шесть петелек. Его нет на рисунке, да? Я тоже знаю, что можно нарисовать такой граф на сфере с тремя ручками, чтобы он не разбивал ее на куски. И это изображение, ну, как бы, получается из уже рассмотренного изображения трех восьмерок на сфере с тремя ручками, да? Просто подтягиванием вершин нижней восьмерки и верхней восьмерки к средней восьмерке. Вот. Ну, опять же, детали я говорить не буду. Это домашняя задача, да? Которая говорит, что для каждого уже больше нуля с сферы с ручками может быть склеена из правильного четырежеугодника. Причем полностью аналогичный тор. Вот это, да, вот это. Давайте я нарисую, как склеивать сферу с двумя ручками из восьмиугольника. Здесь должно быть... Да, хорошо. Значит, я нарисую восьмиугольник. Можно правильно. Вот. И склею вот эту сторону с той, которая через две, да? И с противоположным вдоль этого многоугольника направления. Склею вот эту сторону с той, которая через две и с противоположным вдоль многоугольника направления. Потом склею вот эту сторону с той, которая через две и с противоположным вдольного угольника направления. Ну и, как вы догадались, склею вот эту сторону с той, которая через две и с противоположным направлением. Значит, вот утверждается, что при такой склейке получится... Это разве не всегда так будет? В смысле, у нас же как бы сфера с ручками это последовательное прилепление друг к другу торов. Да? Поэтому мы просто как бы четыре подряд это один тор, другие четыре это следующий. Да. Ну, здесь это наглядная задача, поэтому я не буду и не могу требовать какого-то аккуратного обоснования. В таких ситуациях аккуратным обоснованием это является спочек картинок, где первая это вот эта картинка, последняя это другое изображение сферы с двумя ручками. Ну и как бы между ними нарисованы такие промежуточные картинки, да, так что для любых двух соседних очевидно, каким преобразованием одно получается с другого. В идеале, собственно, даже мультфильм хорошо бы. Естественно, я от вас мультфильм требовать не буду, но посмотреть можно. В новом домашнем задании будет ссылка на соответствующий мультфильм, там для маленьких уже, там, музычка хорошая его. Ну, соответственно, нужно либо самостоятельно придумать и потом посмотреть мультфильм, либо, если не будет получаться, то посмотреть мультфильм и нарисовать себе в тетрадке соответствующую спочек картинок. Да, я прошу вот эти вот наглядные домашние задачи готовить к тому, чтобы мы с Алексеем прямо на занятии в начале пары могли бы пройтись и посмотреть. Как-то идеально, особенно красиво, не обязательно, но, так сказать, подготовьтесь так, чтобы можно было пройти и посмотреть. Итак, вот, так сказать, такого небольшого знакомства со сферами, с ручками, возможно, с просмотра мультфильма вам хватит для того, чтобы переносить на случай большего количества ручек то, что мы на лекции разберем для ТОБРа. Но для ТОРа это будет весьма нетривиально, и, собственно, сегодня мы, я думаю, мы ничего до конца не докажем, мы как-то вот начнем разбираться, будем как-то понимать аналоги разных фактов, аналоги теорема Жордана, аналог лемопересечения, аналог формулы Эйлера. Связь между ними посмотрим, с использованием этих сильных теорем докажем разные интересные вещи о невырезаемости, о неизобразимости графов, но доказательства этих теорем отложим нам в следующий раз. Итак, как же доказать, что сферы с двумя ручками и дыркой невозможно вырезать из ТОРа? Во-первых, доказательства с использованием теоремы Риммана и вот такого рода рассуждениями годится. Давайте сейчас покажу другое. Другое, оно скорее и диаграмм обобщает, тоже оно нам по-своему будет полезным. Я утверждаю, что достаточно доказать, что из ТОРа невозможно вырезать две несвязанные копии графа К5. Достаточно доказать, что из ТОРа невозможно вырезать две несвязанные копии графа К5. Ну, понятно, да? Если мы это докажем, то из сферы-то с двумя ручками и дыркой можно вырезать две такие копии, да? Грубо говоря, сфера с двумя ручками стоит из двух ТОРов, на каждом рисуем свою копию графа К5, да? Ну, и там они не мешают друг другу. Вот. Соответственно, невырезаемость двух копий графа К5, это первый пример графа, который невозможно вырезать из ТОРа, ну, первый, который мы с доказательством приведем. Там, конечно, можно и граф К100 привести, и там как-то доказывать непонятно. Хорошо. Доказательство. Доказательство будет, конечно, основано на чем-то, а именно на теории Меримена, о том, что на ТОРе не существует объединения двух непересекающихся, несампересекающихся замковых кривых, которые ТОР не разбивает. Итак, пусть на ТОРе нарисованы два графа К5. Продолжение следует... Давайте я возьму по вершину одного из графов и рассмотрю четыре ребра в том порядке, в котором они выходят из этой вершины. Давайте я возьму два ребра, которые непотребны. мы, соответственно, возьму цикл длины ТОРе, но график опять образованный вот этими двумя ребрами и еще одним. Я утверждаю, что такой цикл не разбивает ТОР на куске. Почему? как доказать, что вот этот конкретный цикл не разбивает ТОР на куске. Ну, чтобы это доказать, достаточно доказать, что вот эти вот две конкретные точки, лежащие на двух других ребрах, выходящих от этой вершины и близко к этой вершине, достаточно доказать, что вот эти две конкретные точки можно соединить путем вне красного треугольника. Почему и достаточно? Ну, потому что аналогично тому, что мы делаем для плоскости, любая точка ТОРа может быть соединена ломаной, не пересекающей красного треугольника, либо с этой, либо с этой. Вот. А вот он путь, соединяющий две желтые точки и не пересекающий красный треугольник. Имеется путь, соединяющий две в том же самом графу, в той же самой копии графика 5, имеющий путь соединяющие две желтые точки, не пересекающие красный треугольник. Вот. Ну и так мы доказали, что красная кривая не сбывает тонна густой. Аналогично доказывается, что если я возьму вокруг этой вершины, обойду, да, по маленькой окружности вокруг лизащих ТОРа, и возьму и возьму две чередующиеся, два чередующихся ребра, дополню эти два ребра треугольника, то вот такой треугольник тоже не разбивает вторую куску, да, потому что две точки, которые локально с одной стороны соединяются ломаной в этой копии графа К5, не пересекающей красный губль. На самом деле, как мы сообразили, даже объединение вот этих двух треугольников или замкотекломанных на ТОРе не разбивает ТОР на куску. Ну, здесь, кстати, тоже нужно пропеть песню аналогичную той, которую мы пели для плоскости. любая точка ТОРа может быть соединена ломаной не пересекающей объединения вот этих двух красных ломаных с одной из этих двух точек, а также может быть соединена с одной из этих двух точек. Вот, поэтому, соответственно, беру любые две точки на плоскости и смотрю соответствующие им точки из этих двух. Если они совпали, то хорошо я... Нет, тут мы... Не всплывает утверждение то, что ТОР разбивается ломаной максимум... Ну, какой-то кривой замкнутой максимум на два куска. нет, этого не хватит. То есть, тут... Ну... Нет, вы сказали берем соответствующую точку. Да. Почему хоть какая-то из них будет доступна? Да, да, но, собственно, и далее. Именно поэтому я, так сказать, прервался и сказал, что здесь переход от одной окружности к двум нужно более аккуратно делать? Во-первых, нужно доказать, что объединение вот такой ломаной из двух рёдов и такой ломаной не разбивает тормопуск. Вот, но это, собственно, здесь аналогично для плоскости, да, почему объединение, почему не связанное объединение двух не замкнутых, не самопересекающихся ломаных не разбивает просто на куску. Проходит наше прежнее рассуждение, да, в нём не только можно заменить ломаную на дерево, но можно заменить ломаную на несвязанное объединение двух ломаных, а даже на лес. И, собственно, да, тут как бы вся нетривиальность, которая есть, она для плоскости и для несвязанного объединения двух отрезков. Если вы докажете, что плоскость не разбивается несвязанным объединением двух не замкнутых ломаных, да, то перенесение на тор будет очевидным. Вот. Итак, объединение вот таких вот ломаных, можно даже правильно говорить, чуть удобнее говорить, вот рассмотрим вот такую незамкнутую зону и вот такую незамкнутую зону. На доле. Их объединение не сбивает торм. После прибавления вот такого, вот такой пары звеньев к этому объединению. Тор по-прежнему не распадется, потому что вот эти вот две точки можно соединить ломаной вне нашего объединения. Здесь мы используем не только то, что каждая копия вложена, но и то, что эти копии не перескатывают. Поэтому даже если я добавлю к этому несвязанное объединение двух ломаных вот эти два отрезка, полученная большая фигура не будет разбивать торм. И аналогично, если я добавлю вот к этому треугольнику и ломаных вот такие два отрезка, то полученная фигура также не будет разбивать торм, потому что вот эти две конкретные точки можно соединить путем в ее дополнение. Вот так. Такое правило. Вот такое доказательство. Есть ли вопросы? Доказательство, естественно, неполное по модулю теоремы? Сможет ли обобщить дома на случай, на то, что объединение, не связано объединение десяти копий графа К5 невозможно нарисовать на сфере с девятьюночками? С девятьюночками. Абсолютно то же самое, просто десять граф нарисовать? Ну, да. Ну, тут, конечно, да, а сможете ли вы доказать, что объединение двухломанных, что не связано объединение двухломанных на плоскости не разбивает плоскость на плоскости? Можно у каждого на регулярном кресле взять? Нерегулярную, просто по ней обходить, да. Собственно, аналогично тому, что мы делали для компонентов. Хорошо. Ну, собственно, вот такой ДКС, да, оно как бы очень не похоже на прошлое, но похоже тем, что и там, и там используется теорема Римина, да, и, собственно, идея трансверсальницы тоже и там, и там используется. Правда, здесь она в более удобном виде, мы говорим, что обойдем вокруг вершины по маленькой окружности, да, и будем записывать ребра в том порядке, в том порядке, в котором они проходят. Это и обеспечивает нам трансверсальность пересечения вот этой красной ломаной и недожелтой ломаной, да. Что такое трансверсальность? Да, слово новое, важное для математики, давайте я определять не буду, а скорее, ну, как бы это же, я не в качестве термина использовал, в качестве фабористического скорее соображения. Ну, пересечение кривых на плоскость бывает трансверсальным и нетрансверсальным, да, вот такое, когда кривые касаются нетрансверсальным, оно не общего положения, вот, а вот такое трансверсальное. Соответственно, для двух кривых на плоскости, для двух ломаных на плоскости Из этого четкое определение делается. Встану в точку пересечения, обойду по маленькой окружности вокруг точки пересечения. Если звенья ломаных чередуются, то тогда пересечение будет трансферсально. А если идут подряд по А, Б, Б, то тогда не будет трансферсально. Как это связано с общностью положения? Понятно, что если пересечение трансферсально, то как бы мы мало не шевелили, наши кривые, все равно пересечение остается. А если пересечение нетрансферсально, то можно так пошевелить наши кривые, чтобы пересечение пропало. Но это все февристика, а не для строгого запоминания. Поехали дальше. Мы доказали, проиллюстрировали доказательства невырезаемости. Давайте мы теперь посмотрим на другие графы, которые в Толе невозможно реализовать. Во-первых, я напомню наше соглашение, которое было на дискретном анализе, когда мы решали наглядные задачи, что фигуры предлагаются прозрачными. То есть точка, лежащая на одной стороне, лежит также на другой стороне. Точно так же, как в плоскости. Итак, мы рисовали разные графы на Толе без сомби, в том числе граф К7. Там были конкретные рисунки, поэтому утверждение, что любой граф реализуется на сфере с некоторым количеством ручек, уже не аналогично. Уже подумайте, как доказать. Это не аналогично нашим конкретным изображениям графов на Толе, зато аналогично в каком-то смысле другим наглядным задачам на изображении произвольных графов в меньшинстве с тремя страницами. Например, можно взять изображение графа на плоскости с самопересечениями, а потом по нему построить ту сферу с ручками, на которой граф уже будет изображен без самопересечения. Подробнее не говорит, это простое произведение. А вот следующее нужно подробно обсудить. Почему граф К8 не реализуется на Толе, ну и почему не связанное объединение двух копий графа К5 не реализуется на Толе. Про второе мы уже обсудили, давайте про первое обсудим. Про первое тоже мы, конечно, до конца не докажем, а выведем это из неравенства Эйлера для ТОР. Так, как мы уже обсуждали, никакого аналога формулы Эйлера для ТОРа нет. Потому что один и тот же граф, окружность, можно по-разному расположить на ТОРе, так что получится разное количество грамм. А вот аналог неравенства есть. Чтобы до этого неравенства догадаться, давайте посмотрим ту же самую окружность. Ее можно по-разному, да, для хуже неинтересно. Но вообще, посмотрим на величину В минус Е плюс Э. Так, количество вершин, минус количество ребер плюс количество грамм. Какие значения она может принимать? Понятно, что двойки может равняться, да. Просто можно нарисовать граф на плоскости, добавить к плоскости ручку, получится ТОР, ну и тогда от доволения ручки в одной грани количество грани не изменится. Единичка может быть? Да, можешь показать, как нарисовать какой-то граф на ТОРе, чтобы в минус Е плюс Ф было бы равно единице. Ну или сказать. Ну, просто взять какой-нибудь окружность, который ТОР не разбивает, а на ней три точки поставить. Три, ну, в принципе, можно даже одну. Ну, да, ну сколько года, понятно. Ну, мультиграф вполне можно использовать, да, для мультиграфов формула Элера тоже справедлива, и все, что, ну, всякие топологические вещи, которые справедливы для графов, справедливы и для мультиграфов. Хорошо. Да. Может ли равняться нулю? Может ли для некоторого графа на ТОРе в минус Е плюс Ф равняться нулю? А связано, правда, уже будет, правильно? Да, связано, да, иначе, конечно, не так интересно. Ну, можно рисовать две окружности, которые не разбивают и которые пересекаются. Да, просто просмотрим объединение параллели и меридиана на ТОРе, да. У этого графа одна грань. Ну, и поэтому можно проверить, что В минус Е плюс Ф равняться нулю. Так вот, неравенство Элера для ТОРа говорит, что В минус Е плюс Ф больше либо равняться нуля. Вот оно, неравенство Элера для ТОРа. И попробуйте доказать, докажем мы его позже, в следующий раз. Попробуйте сейчас доказать, что при помощи этого неравенства, а, видимо, отсвечивать, да, ну, ладно, тут. Ну, ладно, я надеюсь, что настолько простое неравенство, что можно воспоминять на слух, даже когда на доске не очень видно. Попробуйте доказать, что граф К-8 не вложим в ТОР. Прямо сейчас. Подсказка аналогична тому, что граф К-5 не вложим в плоскость. Ну, там только должно быть хотя бы 20 граней. Во-первых, количество вершин равно чему? Восьми? Восьми, да. Тут двадцать. То есть, другим? Двадцать восемь. Поэтому количество граней хотя бы двадцать. Прошу. Что дальше? Ну, и может, хотя… Наверное, можно сказать, что, ну, как бы степень каждой грани, она хотя бы три? Да. Значит, к каждой грани примыкает хотя бы три ребра, да. Ну, или там как-то более аккуратно, да, давайте мы для каждого ребра поставим стрелочку вправо, стрелочку влево, да. Значит, тогда, с одной стороны, количество стрелочек равно двойному количеству ребер. То есть, два на двадцать восемь, да. Формула Эйлера – это почти порочный круг, да. Ну, поэтому, конечно, интересно разобраться, как неравенство Эйлера для Тора доказывается, да. То есть, не доказывается ли при этом, что фактически К8 не вложим в Тор. Вот, и еще одну, один пример на эту тему, давайте я вам дам. Собственно, я покажу прошлую картинку про несвязанное объединение. Докопик графка 5. И вот такая задача. Пусть на Торе имеется два квадратика. Ну, или там, если вы не понимаете, что такое квадратик на Торе, то вы, конечно, правы. Значит, поэтому просто два многоугольника, не пересекающихся. У первого имеются четыре последовательные вершины А, Б, С, Д, да. Мы соединили вне этих двух квадратиков А с С ломаной и Б с Д ломаной, да. То есть, как в лимопересечении. При этом, конечно, мы не можем утверждать, что эти две ломанные пересекаются, да. Могут не пересекаться. Но, если мы то же самое теперь сделаем для второй ломаной, да, то есть, там, Аштрих, Бштрих, Сштрих, Дштрих, соединим Аштрих, Сштрих, Бштрих, Дштрих. Значит, тогда вот какие-то две из этих четырех ломаных обязаны пересекаться. Вот такой аналог лимопересечений для Тора. Ну, комментировать я не буду, да. На самом деле, здесь я почти этот аналог доказал. Так что, ну, вот мы имеем некоторые утверждения для плоскости близкие, да. Неполонароз графика 5, лемопересечений, теорема Жордана. И вот мы узнали... А, еще формула Эйлера есть для плоскости. Вот мы узнали их аналоги для Тора. Как бы и некоторые из некоторых вывели. Но пока, так сказать, как доказывать самые основные из них, то есть формулу Эйлера и Теребу Риммана, не знаем. Вот, может быть, в завершении этой части лекции сказать чуточку про формализацию. Тут уже некоторые высказывали дискомфорт насчет того, что все слишком нестрого. Ну, и в принципе, это правильно. Мы уже достаточно глубоко в это влезли, чтобы какую-то минимальную строгость навести. Вот, соответственно, это проще всего делать, ну, так сказать, при помощи... Не формально говоря, при помощи вот этого утверждения, да, про разрезание. А более аккуратно вот как. Ну, я скажу формализацию для Тора, а точно так же получается формализация для сферы с большим количеством ручек. Неформально говоря, формализация получается при помощи представления Тора, как склейки квадрата. А аккуратное определение... Ну, для демонстрации этого я дам только аккуратное определение замкутой-ломанной, да. А, кстати, все остальные определения, там, изобразимости графов и так далее, соответственно делаются аналогично. Итак, замкутой-ломанной наторием называется набор ломанных в квадрате с такими условиями. Давайте я, чтобы эти условия сформулировать, через А1 и В1 обозначу начало и конец первой ломанной, да, через А2 и В2 начало и конец второй ломанной и так далее. Так вот, требуется, чтобы конец первой ломанной и начало второй ломанной были бы на параллельных сторонах квадрата, ну, это, кстати, соответствовали бы друг другу, да, то есть прямая их соединяющая была бы параллельна другой стороне квадрата. Или... А, ну, собственно, да, поскольку я сказал на параллельных сторонах, не выделяя горизонтальные и вертикальные направления, не то, что... Все, на этом определение закончилось. Вот, точно так же замкутый ломанной на сфере с двумя ручками называют набор ломанных в правильном восьмиугольнике, да, с понятно, какими условиями. Ну, я говорю про такую формализацию не для того, чтобы мы на этом формальном языке решали задачи, по-прежнему наглядному можно решать... Просто, чтобы не было... Ну, чтобы не было дискомфорта от того, что мы решаем на наглядном уровне, чтобы было понимание, что уж если захотим, то вполне можем перейти на более аккуратную. Другая формализация будет еще более приятной, но сейчас в ней нет необходимости. Вот, а сейчас... Ну, а, во-первых, давайте перерывчик устроим. Пять минут. После перерыва продолжим. В перерыве буду рад ответить на ваши вопросы. Давайте продолжим. Да, у нас будут две темы параллельно идти, которые, конечно, связаны. Да, одна это про диски с ленточками, вторая это про графы на поверхностях. Дело в том, что я считаю необходимым обеспечить два разных уровня. Да, ну, то есть один это для тех, кто, грубо говоря, на отлично хочет этот курс дать, другой для тех, которые, грубо говоря, на хорошо. Подробнее написано в интернет-страничке. Готовьтесь к выбору, да. Ну, вот, именно поэтому мы сейчас, кстати, двумя пока не очень пересекающимися направлениями занимаемся. Итак, про диск с ленточками. Сейчас я расшарю экран, чтобы были примерчики видны. Почему-то не получилось домашним незадачам, сколько крыльевых окружностей может быть у диска с пятью ленточками. С одной стороны, конечно, даже диска с четырех ленточками, точнее, слов длины восемь, в которых каждая буква встречается дважды, много разных, поэтому, как бы, тут, казалось бы, трудно эти крыльевые окружности рисовать, вычислять их в количество, да. Но на самом деле нетрудно, а очень легко. Смысл математики ровно в том, что мы в той ситуации, в которой разобраться полностью, описать ее полностью невозможно, мы смотрим внимательно на задачи, которые мы решаем, и выясняем, что эту конкретную задачу решить нетрудно. Давайте посмотрим, что происходит с количеством крыльевых окружностей при добавлении ленточки. Ну, тут я, наверное, покажу доску, потому что как раз на этих картинках там будет непонятно. Они такие сложные, что кажется, что-то сложное происходит, а на самом деле происходит очень простое. Значит, вот у нас, как говорят, мы приклеили ленточку, да? Ну. Что произошло с количеством крыльевых окружностей? Изменилось на один. Да, оно изменилось на плюс или минус один, да? То есть если вот эти вот два отрезка были концами одной и той же крыльевых окружностей, то понятно, что количество крыльевых окружностей увеличилось на один, да? Вот была одна вот такая, стала одна вот такая и одна вот сякая, да? Вот. А если это были две крыльевые окружности, да, если отрезки эти лежали в разных крыльевых окружностей, да, то вместо одной такой и одной такой появилась одна вот такая. Так что изменяется на плюс-минус один. Вот. Ну и поэтому чего не может быть, да? Не может быть того, что у диска с пятью перекрученными ленточками будет нечетное количество крыльевых окружностей. Ну и, конечно, не может быть того, что у диска с пятью перекрученными ленточками будет больше шести крыльевых окружностей, да? Если ленточек ноль, то крыльевая окружность одна, и приклеивание каждой ленточки увеличивает количество ленточек не больше, чем на один. Ну и легко сообразить, что все возможности, не запрещаемые этими двумя условиями, достигаются. То есть один, один, сейчас, два, четыре, шесть, быть может. Вот такое решение и задача. То есть, видимо, я ее перезадам на вторник, поэтому там как-то нужно будет осознать и быть готовым рассказать. Так. Поехали дальше. Вот. Ну, совершенно очевидно, что количество крыльевых окружностей диска с н ленточками не превосходит н плюс один. Вот это утверждение 1,5,3а. Причем оказывается, что ровно н плюс один их, быть может, только в одном крайнем случае, а именно, когда, ну, среди соответствующих букв нет чередующих, да, то есть, когда любые две ленточки не перекручены. Или, что же самое, когда диск с этими н ленточками можно вырезать из плоскости. Это вот лимма 1,5,3b. Нужно ли прокомментировать, как лимму доказывать, или очевидно, после всего сказанного? Вот это 1,3,5b? Да. Ну, очевидно, вроде. Хорошо, да. Вот. И последняя вещь. Ну, конечно, когда мы вычисляли количество крыльевых окружностей, мы там пальцем по рисунку водили, да, то есть делали что-то не алгоритмическое. Не-не-не, стоп-стоп, а что там написано? Я думал, что там написано, что это реализуется для неперекрученных всех ленточек, а там что-то... Ну, еще раз. Для диска с неперекрученными ленточками планарность этого диска с ленточками равносильна тому, что крыльевых окружностей ровно n плюс 1. Диск с неперекрученными ленточками планарен тогда и только тогда, когда количество крыльевых окружностей равно n плюс 1. Ну, понятно вроде, но так как-то на нестрогом уровне. Интуитивно очевидно. Ну, все-таки, как бы, бывает, что формулировка очевидна, да, а доказательство не очевидно. А здесь, ну... Вроде бы из условия на буквы и нашего наблюдения про то, как изменяется число окружностей для ленточки, ну, понятно, как это делать. Да, здесь я, естественно, не требую от вас строгого доказательства, но требую, как бы, ну, какое-то рассуждение, да, убедительное рассуждение, скажем так, а не просто, что вот там формулировка очевидна. Ну, хорошо, тогда додумайте. Ну, такая подсказка, она может быть технического характера. Когда у нас есть три эквивалентных утверждения, то можно как-то, так сказать, ну, по какой-то схеме там хитрой доказывать эквивалентность, да, и это может доказываться проще. По циклам, например. Вот. Ну, и еще одно соображение пункта С. Оказывается, что количество крыльевых окружностей можно вычислять прямо по слову на компьютере, не вводя пальцем, то есть не рисуя картинку. Ну, в принципе, конечно, такую картинку понятно, что можно и на компьютере рисовать, и заставить компьютер водить пальцем, да, так сказать. Но это можно довольно экономно реализовать, да, а именно, можно по иероглифу построить граф, для которого число компонент связанности будет равно числу крыльевых окружностей. Тоже сообразите как, да, там, наверное, для того, чтобы это делать, нужно потренироваться в подсчете количества крыльевых окружностей при помощи того, чтобы водить пальцем по картинке, да, вот, идем пальцем, да, и смотрим, когда взорвнемся. Вот. Ну, на самом деле, напомню, что изображение, да, что планажет иероглифов – это не просто похожая в чем-то более простая задача, да, похожая на полноразграфов. Она нам потребуется для того, чтобы доказать существование алгоритма, распознающего вложимость графа в сферу с жеручками для данных жерн. Вот. Ну, соответственно, нам, для этого нам нужно будет перейти от иероглифов к произвольным графам. Что такое ориентированное утолщение графа? Я лучше всего на примере покажу. Вот. Имеется некоторый граф, имеется… Возьмем диски. Столько дисков, сколько вершин графа, да, скажем, на плоскости. И для каждого ребра этого графа соединим соответствующие диски ленточкой. Эти ленточки не обязаны лежать в плоскости, могут быть в пространстве, поэтому они… Ну, их можно взять непересекающимися. Значит, вот это утолщение графа К3-2, да, вот граф К3-2, вот его утолщение. А вот это утолщение графа К3-3. Где там К3-2, это же… К3-2, ну, а, тут как бы, да. Графа… Формально говоря, это, конечно, не К3-2, а граф с двумя вершинами, соединенными ребром кратности 3, да. Но если я на каждом ребре я поставлю по точке, то получится граф К3-2. А, понятно. Ну, тут гомеоморфные фигуры мы часто отождествляем, да, пропускаем слово гомеоморфные, и то же самое для графов. Гомеоморфный граф отождествляем, пропускаем слово гомеоморфное. Вот, но при этом, конечно, важно, как вы понимаете, да, что у одного и того же иероглифа могут быть разные утолщения, скажем, у графа с четырьмя петлями могут быть вот такие разные утолщения, да. Да, еще и другие бывают. Точно так же у произвольных графов могут быть разные утолщения. Ну, тут поаккуратнее эта конструкция описана, естественно, я буду сейчас повторять, а лучше сформулирую какие-то наглядные, обсудим решения домашних наглядных задач. Так, это, да. Любое ориентированное утолщение дерева планарма. То есть ориентированное утолщение графа это и есть то, что получает описанные конструкции. Тут, естественно, индукция. Погромче, пожалуйста. Неориентированное. Неориентированных не бывает. Точнее, бывают в математике, не бывают в нашем курсе, поэтому слово ориентированное утолщение нужно как единый термин воспринимать. Понятно. Аналоги, да, любое ориентированное утолщение цикла и даже унициклического графа планарма. Ну, здесь понятное дело, что нужно только одно ребро, последнее научиться плоскости приделывать. Как вы понимаете, если граф не является унициклическим, то у него уже есть непланарное утолщение, но этого нет в домашних задачах. Планарное ли ориентированное утолщение, которое нарисовано на примерах? Значит, вот 1, 6, 2 слева, давайте посмотрим. Собственно, да, есть задача о планарности утолщений, которая аналогична задачи о планарности графа, но другая, скажем, граф Ка-3, 2 планарен, а вот это его утолщение непланарно. На самом деле, именно эта задача о планарности утолщений в некотором смысле более естественная, более практическая. Даже если нас планарность графов не интересует, планарность утолщений вполне можно было бы, нужно было бы заниматься. Как доказывать, что вот такая фигура непланарна? Ну, там замкнутая кривая есть. А, ну, у нас для кривых нельзя считать, что это уже данное. Ну, почему? А, ну, у нас и замкнутая кривая, она разбивает плоскости на две части. А вот, ну, и, как сказать, у нас на верхнем диске кривая выходит во внутреннюю часть, скажем так, а на нижнем диске во внешнюю. Они не связывают. Ну, да, ну, это как-то нужно обосновывать, а почему во внутреннюю, во внешнюю, может быть, они обе во внутреннюю выходят, да? А, соответственно... А вот как раз можно вопрос по этому поводу? Да. Можно же такой диск рассмотреть, что они будут выходить во внутреннюю, и там будет все планарно? Не понял вопрос. Ну, что такое вообще ориентированное это утолщение? Ну, хорошо. Давайте посмотрим на аккуратное определение. Для данного графа рассмотрим объединение попарно пересекающихся дисков, число которых равно число лишним графом. На каждой из кривых окружностей этих дисков выберем ориентацию и отметим непересекающийся отрезком, отвечающий выходящими соответствующими вершинами ребра. Значит, дальше для каждого ребра соединим соответствующему два отрезка ленточкой. Так, чтобы ленточки попарно не пересекались. При этом, как и раньше, ленточки должны быть не перекрученные, то есть стрелки на окружности должны быть противонаправлены при переносе вдоль ленточки. Значит, этот рисунок я показывать не буду, а 1,6,1 будет он. Соответственно, ориентированным утолщением графа называется объединение построенных выпуклых многоугольников и ленточек. Вот, пожалуйста, в этом примере я взял два многоугольника, три ленточки, взял именно так, получилось некоторое ориентированное утолщение графа КТ-2. Замечу, что если просто окрестность вот этого графа КТ-2, нарисованного в плоскость, тогда взять, получится тоже ориентированное утолщение этого графа, но другое. То есть в нем, конечно, вот эти два отрезка выходящие из вершины идут в одну и ту же сторону. Тут в разные. Ну, собственно, как мы уже убедились, можно, конечно, формализовать то, что значит в одну и ту же, что значит в разные, как это делать, но удобнее делать не так. Удобнее как бы без формализации трансверсальности по-другому. То есть удобнее пользоваться не теоремой Жордана о том, что используется в ее доказательстве. Либо леммае пересечения, либо полонарность графа К5. Что, впрочем, примерно данный тест? По-моему, наиболее позитивно будет такую гантельку на плоскости рассмотреть. Возьмем вот эти два диска и ленточку. Их объединение, некоторый наугольник на плоскости. Гантелька. Посмотрим на границу этой гантельки. Это некоторые замкнутые ломаны. На этой замкнутой ломане имеется четыре точки. Раз, два, три и четыре. И вот эта ломаная вне гантельки и вот эта ломаная вне гантельки крепится к границе гантельки по четырем точкам, которые чередуются до этой границы. Поэтому если бы эта фигура была бы вырезана из плоскости без пересечения, то получили противоречие с лимой пересечения. Согласны? Да. В какой момент мы получаем противоречие с лимой пересечения? Ну, у нас же имеется многоугольник на плоскости гантельки и вне него имеются две ломанные соединяющие вершины на границе многоугольника чередующиеся вдоль этой границы. ровно это не может быть полемия о чем просто. Точнее, по ее тривиальному обобщению с заменой квадрата на произвольный многоугольник, ломаных внутри на ломаный во мне. понятно? Да, спасибо. Да, кому непонятно или кому не понравилось это рассуждение, ну, можно применить, можно вывести нереализуемость вот этого утолщения на плоскость из неплонарности графа К5 или К3.3, так, будет примерно то же самое. Тогда спасибо. Значит, я еще три минуты здесь для ваших вопросов. Лекция закончена.